Смотрите новые серии эксклюзивно на Иве. Бодоборода Кафе Бода Привет, Бода! Привет, дети! Есть хотите? Хотим! Сейчас что-нибудь поедим! А вы что будете? Пасту! Зубную, что ли? Нет, дети! Пасту есть бессмысленно! Не зубную пасту, а макароны! В Италии все макароны называют пастой. По-итальянски это значит тесто. А у нас пастой часто называют все, что похоже на тесто. Шоколадную пасту, томатную и даже зубную. Так, дети, хватит со мной на итальянском разговаривать. Но, Бода, чтобы правильно понимать слова, нужно знать их значение. Дети, не спорьте. Выбирайте что-нибудь попроще. Ладно, тогда давай гуляш. Вот вы скажете тоже. И морфом понятно, что этот ваш гуляш гуляет вместе с тарелкой. Стой! Я еще тебя не поел! Да нет же, Бода, гуляш не от слова гулять. По-венгерски гуляш означает мясное блюдо. Опять вы на иностранном еду просите? Все, сейчас я сам выберу. Вот, профи-тролли. Нет, троллей мы тоже заказывать не будем. Профи-тролли – это такой французский десерт. Очень вкусный. Уф, даже не уговаривайте. Я сыт по бороду всеми этими вашими тестами, пастами и троллящими гуляшами. Все, я свое кафе открою. Так, с чего бы и начать? Ага, сырники. Их сырыми едят. Нет-нет, Бода, сырники не значит сырые. Это жареные оладьи из творога, которые раньше называли сыром. Тогда вот, вареники. Как и положено, с вареньем. Ммм, с клубничным. Бода, ты опять ошибся. Вареники не от слова варенье, а от слова варить. Да вам не угодишь. Тогда знаете что? Тогда д-д-д-д-д-драники. Драники действительно от слова драть. Но раньше это значило тереть. Натёр картошку на тёрке. Пожарил, вот и драники. Так, дети, у меня тут морфы еды хотят. Они ваши эти значения, происхождения, словообразования. Бода, покорми морфиков бутербродами. Стоп! Слово бутерброд, что означает? В переводе с немецкого это хлеб с маслом. Хотя сейчас бутербродами называют хлеб с чем угодно. Солбасой, сыром или даже с овощами. Ням-ням. Ну что, дети, хороший я повар оказался. Может быть и хороший, но бутерброды надо будет оплатить. Смотрите новые серии и развивайтесь вместе с Иве. Ай, я сейчас сам такой пирог приготовлю. Поработаем карандашами. Огурский тигр. А. Хорошо, поработал. Сложные слова. Бода, пора вставать. А? Я не пойду сегодня в садик. Ну, пожалуйста. Ну, еще немножечко. Бода, мошки хотят покататься с тобой на самокате. Какая еще самокатя, самонатя? На самокате. Ну, это доска с колесами, которая сама катится. Слово, состоящее из двух, называется сложным словом. Интересно получается. Значит, сложные слова все сами из-за тебя делают. Тогда мне сейчас срочно требуется зубочист. Пусть почистит мне зубы. Вот тут забыл. Там аж целая печенька застряла. Вот теперь спасибо. А еще мне нужен мыкорук. Сами догадайтесь, зачем. Вымыть руки. Ай, холодная. И еще смарконос. Очень я не люблю высмархиваться. Вода, завтракать давно пора, как остылом. Вставай скорее. Так, запишите мой указ. Вода, больше не будет есть кашу. За него это сделает кашиед. Или едокаш. Как вам больше нравится. Вы точно кашу не будете? А ты каши ед? Нет, я еду кашу. Тогда приятного аппетита. О, merci beaucoup. Merci. Бода, вставай. Морфики хотят гулять. Ай, ну ладно, ладно. Гулять ты гулять. Только сегодня на улицу меня понесет бодонос. Ой, не-не-не, не такой нос. Меня туда повезет бодовоз. Так, что здесь без меня происходит? Белогонки. Мячи с качи. Качелеты. Стоп, вы все неправильно играете. А как правильно? Дети, играем. Сейчас со мной... А, играем в бодонялки. Ха-ха. Бодоню, бодоню, бодоню. Ой, сейчас как бодоню, бодоню, бодоню. Буква Г. Вот. А где вот это? Привет, Бода. Ты что-то потерял? Привет, дети. Конечно, потерял. Гайку. Как я проведу урок, если буква Г не готова? Срочно все ищем гайку. Ой. Бода, а ты ее точно здесь потерял? Гениально. Мы изучаем букву Г. Гайка тоже на букву Г. Значит, и искать ее нужно в местах на букву Г. Г-г-г. Вот. Город. Будем искать гайку в городе. Но, Бода, почему в городе? Потому что я главный сыщик. А главный тоже на букву Г. Будем рассуждать как сыщики. Что мы знаем про гайку? Правильно. Она начинается на букву Г. Значит, нам нужно найти все предметы на букву Г. И среди них окажется гайка. Понятно? Понятно. Тогда начнем. Смотри, что морфики нашли. Гружевик. Голода. Гнома. Отлично. Задача выполнена. Слова на букву Г найдены. Вода. Но мы же ищем гайку. Значит, задача не выполнена. А это еще кто? Такой важный. Это генерал, Бода. Он тоже на букву Г. Хм. Не похож. Так, дети. В городе гайки нет. Значит, будем искать... Так... О, в горах. Бода. Морфы нашли. Гусеницу, герань и гриб. Хм. Опять он. Боди тоже нашу гайку хочет найти. Так. В горах гайки явно нет. Ищем дальше. В мне гэм-ди-гэм. О, в гардеробе. Так. Вот. Вот. И вот. Смотри, Бода. Гольфы. Глобус. Грабли. Так, а тут? А здесь? Ну-ка. Гайки так и нет. Все, дети. Урока не будет. Забудьте про букву Г и никогда ее не используйте. Ммм. Вот. Опять. Бода. Может, он хочет помочь? Как же помочь? Знаю я этих всяких, как их. Ладно. Сейчас проверим. Добрый день. У вас случайно не найдется гайки на букву Г. Здравия желаю. Найдется. Ура, дети. У нас есть гайка. И мы можем продолжить наш урок. Не хотите ли присоединиться? Хочу. Я так люблю учить буквы. Итак, дети. Сегодня я покажу вам букву Г. И слова, которые на нее начинаются. Гусь. Гусь. Гиря. Гиря. Гайка. Гайка. А генерал-то, ого-го, быстро учится. Честь имею. Бода, вот же твоя гайка. Гайка? И правда. Гайка. Хе-хе. Ой, все, дети, урок окончен. Хорошая буква попалась. Столько слов начинается. Гений, например. А еще вот герой. И все же про меня. Пока, Бода. Да, да, пока, дети. Буква П. Привет, Бода. Что ты делаешь? Как что? Собираюсь в путешествие. Бода, но мы же путешествуем в другом сезоне. Он так и называется. Бода путешествия. А в этом сезоне мы учим буквы. Помнишь? Хе-хе-хе. Попались. Они думали, я забыл, что мы учим буквы. Вот дают. Дети, сегодня я научу вас букве П. А в путешествии мы найдем слова, которые с нее начинаются. Ух ты. А слово путешествия тоже начинается на букву П. Точно. А еще слово поезд. И паракот. И, ээээ, самолет. Нет, Бода, самолет начинается с другой буквы. А-а-а-а! Уф! Хорошо, хоть и парашют на П начинается. Ой, смотрите, вон какое П. Это Париж. И он тоже начинается с буквы П. Подходит. Раз мы гуляем на букву П, то будем все делать по плану. Пункт первый. Ходим по площади. И едим пончики. Бода, смотри. Это триумфальная арка. Она похожа на букву П. Ого-го себе, буковка. Пункт второй. Гуляем по проспекту и едим пиццу. Отлично. Вот и погуляли. Пункт третий. Гуляем по парку и едим пироги. Бода, кажется, нофики устали. Они хотят домой. Домой? А как же буква П? Она так и останется неизученной. Весь урок испортили. Где я вам теперь возьму букву П? Бода, посмотри, сколько в доме букв П. Давайте составим новый план. Можно ползать по полу. И прыгать к потолку. И прятаться под подушками. А это вы хорошо придумали. Морфы, хе-хей, я вас нашел. А еще плюхаться в постель. Морфы, вы куда? Бода, кажется, морфики собираются в путешествие. Эх, дети, опять вы все перепутали. Сколько раз я говорил, путешествуем мы в другом сезоне. А сейчас учим буквы. Что вот это вот за буква, например? П, Бода. Вот, вот, вот. Это буква П. Все, урок окончен. Как сочинить историю. Привет, Бода. А почему ты такой грустный? Привет, дети. Да вот, авторы никак не могут историю про меня придумать. Подожди, Бода, думаем. Может, про корабль? Не, корабль не получится. Мы еще мягкий знак не проходили. О, может так? Морфики утащили буквы. Опять? У нас уже три эпизода таких было. Четыре. Но кто считает? Ладно, морфики буквы забирать не будут. А пусть их заберут инопланетяне. А, я дам морфиков! Да не морфиков, а буквы. Инопланетян не получится. Буквы Н у нас тоже нет. Да у нас третья алфавита нет. Все, у меня идеи закончились. Э, э, а как же урок? А как же дети? Мы хотим мультик с Бодом. Бода, а давай сами придумаем историю. Из этих букв можно собрать много разных слов. Подушка, яма, арбуз, бегемот, шар, дорога. Так и быть. Научу вас истории сочинять. Берете слово подушка и сочиняете. Э, 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 лежал как-то Бода на подушке. И ел, э, э, о, арбуз. И тут приходит бегемот. Нет, с бегемотом я делиться не буду. Давайте так. Идут Бода и морфики по дороге. Идут по дороге. И сколько нам еще ножками перебирать? Сочиняйте дальше уже. Идет Бода по дороге и видит подушку. И видит яму. А в ней бегемота. Он упал в яму и не может выбраться. Бедненький. Бода, ты же поможешь ему? Да что ж такое? Опять мне всех спасать? Э, так и быть. Супер. Бода протянет бегемоту подушку помощи. Подушка бегемоту не нужна. Хорошо, хорошо. Отдам бегемоту арбуз. Бода, от арбуза мало толку. Он не поможет бегемоту выбраться. От арбуза мало толку? Эй, верни арбуз. Раз так, я сам его съем. У нас еще остался шар. Ура, мы спасли бегемота. Эй, эй, бегемот, осторожней. Оборачивай. Уф, вот дети, учитесь, как сочинять бегемота. То есть спасать истории. Да, Бода, целое приключение получилось. Ой, устал я что-то. Пора выпить чаю с конфетами. Прости, Бода, для чая букв не хватает. Ладно, согласен на конфету без чая. И для конфеты тоже. Понятно. Надо было сочинять историю, где Бода лежит на подушке и ест арбуз. Пока, Бода. Пока, дети. Я ведь детей всему научил. Бегемота спас. И историю за них сочинил. Пока, Бода. Пока, авторы. А сам подушки лишился. Арбуз не поел. Шарики упустил. От них даже чая не дождешься. Ой, как мы спеваем. Смотрите новые серии и развивайтесь вместе с Иве. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok